Здарова подозреваемые и с вами как всегда Саня Слоун и пока ты ждешь обновления в Соспект с новым режимом, у нас появилась возможность создать своего собственного персонажа в игре. Ты готов? Тогда скорее ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А также не забывай ввести самый топовый код автора Слоун в настройках игры. Ну а мы начинаем. Ребята, 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 помните я скидывал вам очень много крутых артов с очень крутыми персонажами в свое сообщество, а также в официальную группу ВКонтакте по Соспект. И вы видели этих крутых персонажей, эти концепт арты, которые выглядели невероятно круто. И знаете что? Я связался с автором этих артов, его зовут Викет Фулл и написал комьюнити менеджерам, что этот автор очень крутой и он очень круто рисует эти арты. И разработчики взяли его на заметку и приняли его в свою команду. И теперь, дорогие друзья, мы вправе выбрать своего собственного персонажа, которого нарисует этот автор Викет Фулл. Ребята, наконец-то у нас появилась возможность создать своего собственного персонажа. И знаете, кто это будет? Это будет уникальный волк. И сейчас я вам расскажу, что мы можем сделать, как мы можем повлиять на его создание. Сейчас разработчики в своем Дискорде выставили вот такое вот голосование. Это гугл анкета. Ссылку на нее я, конечно же, оставлю в описании, но сейчас я вам подробно расскажу, что здесь нужно нажимать и что это такое, чтобы вы сами могли проголосовать за какую-то внешность определенную, за цвет, за духа и так далее. В общем, это просто имба, наш собственный персонаж будет уже в игре. И это не шутка, ребята, это уже происходит сегодня просто. Новости за новостями просто идут и радуют глаз. В общем, ребята, давайте посмотрим, что же нам предлагают разработчики. Во-первых, они пишут, подозреваемый, суспект с Мистери Мансион Комьюнити, участник Викет Фулл, создает эксклюзивные фан-арты кастомных персонажей, друзья. Он будет создавать уникального персонажа, который будет волком, получается, потому что на него было больше всего, типа, проголосовано где-то там. Ну, в общем-то, он и больше всего понравился. Больше всего голосов Комьюнити было отдано именно за этого волка. Вы можете увидеть его у меня в сообществе, либо на моих видео. Также я показывал, ну, в общем-то, это видео разразилось по всему Ютубу. Все креаторы по Suspects начали снимать эти видосы с этими персонажами, потому что они реально очень крутые. И его арты действительно внушают, потому что они выглядят реально как в игре. Вот прям один в один, четко сделано как по игре. Так вот, ребята, давайте, чтобы меньше разговоров было, потому что нам тут разбирать и разбирать. Тут очень много нужно голосовать. Но я вам сейчас расскажу, что это такое. Во-первых, у нас есть возможность выбрать имя этого персонажа. Чарак Тарней, первый пункт, это имя персонажа. Так, что мы здесь делаем? У нас есть на выбор имя Хал, имя Хайт, имя Эш, Хантер, Виолетт, Марк, Рипли, Даун и Мэдди. То есть у нас вот эти вот имена нам доступны. То есть от вас зависит, как будут звать этого нового персонажа. Вы здесь выбираете какие-то имена. Например, допустим, да, допустим, я выберу какого-нибудь, да, Мэдди. Ну прикольно звучит. Волк Мэдди, хотя нет, Волк Мэдди нет. Волк, Волк Марк будет. Прикольно. Волк, Волк Марк. Вот так вот. Или нет? Да, пусть будет Марк, в общем-то. Да, Маркингс. Это метки, да, пометки. Что мы здесь видим? Глаза, царапины, разбитые зубы, то есть выбитые зубы. Тату, типа луны, так сказать. Грязные волосы, лук. Так что у него тут еще есть порванная одежда. И ничего. Давайте, знаете, что вот мне интересно? Давайте, я думаю, вот прикольно было бы, если по нему было бы еще, да, выбитый зуб. Типа он такой, знаете, боец. Давайте выбитый зуб так и сделаем. Выбитый зуб, реально. Вот это будет интересно. Потому что татуировка как бы, ну не знаю, может быть вам как-то видится с татуировкой. Но мне что-то кажется, что с выбитым зубом будет поприкольнее. При том, что если зубы, да, то будут показывать, как бы, да, его улыбку. Это тоже будет прикольно. Так, теперь мы смотрим здесь следующий пункт. Это цвет его духа. Получается, его призрака. Давайте посмотрим, какие цвета здесь есть. У нас есть темно-синий, желтый, темно-серый и, получается, светло-фиолетовый, получается. Ну, фиолетовый, в общем-то, цвет. Я думаю, что ему нужен жел... Волку нужен. Давайте лучше, давайте лучше дарк грей. Темно-серый. Ну, так как это волк, да, не будем нарушать традиции. Выберем темно-серый, получается. Как волк, он у нас темно-серый. И последний у нас вариант, ребята, это какая у него будет эмоция. То есть, как он будет выглядеть. Он будет либо милый, либо он будет злой, либо он будет странный. Либо вот это вот слово, что означает, я не понимаю, озорной или что-то в этом роде, да. Это, да, это озорной, ребята. Это будет озорной. То есть, вот что выбрать, кстати, вот это вот тоже будет очень странно. Это будет очень сложный выбор на самом деле. Но я предпочитаю, мне кажется, что лучше выбрать злого. Типа злой волк, да, и как бы волк, он должен быть злым, да. Он не должен быть добрым, он хитрый, злой волк. Как по рассказам и по традициям красной шапочки. После этого, как вы выбираете, ребята, вот это вот, вот эти вот пунктики, да. Если вдруг вам что-то непонятно, вы просто выделяете какой-то, например, эш, да, к примеру, да. Если вам что-то непонятно, просто открываете гугл-переводчик и вставляете его туда и смотрите, что это за слово. Просто, чтобы, ну, долго вам не тратить на это времени. В общем-то, и теперь, ребята, мы отправляем на голосование этого персонажа. Все, мы отправили, я свой выбор сделал, все, ответ записан. Все, отлично просто. Мне кажется, что можно еще один вариант отправить. Можно еще раз проголосовать, ребята, если вам так хочется, да. Еще какой-то, может быть, второй вариант, может быть, вам подвернулся, да. Просто имба. Ребята, вот, посмотрите на этих персонажей. Я вас сейчас быстренько просто пролистаю, пока буду говорить. Они у вас будут показываться на экранах персонажей, которых он рисует. Частично вы их уже, конечно же, видели на моем канале, на каналах других авторов по Соспектс. Но это реально имбовейший автор просто. Он очень круто рисует, прям в стилистике Соспектс. И это реально заслуживает уважения. Этот пацан просто скидывал свои работы в Facebook, скидывал свои работы в официальный Discord. У него нет даже своей нормальной соцсети. То есть я, когда брал его работы, да, я спрашивал, с ним переписывался. Я хотел оставить на него какие-то ссылки, потому что вы спрашиваете, кто же автор всех этих работ. Но он написал, что у него нет никаких ссылок и ничего такого. То есть он просто вот делает и все. У него там может быть какой-нибудь Reddit, там где-то есть аккаунт, да. И где-нибудь в Твиттере может быть. Ну маленький такой, да, он там так себе, да, выкладывает. Особо так не пользуется. И просто вот закидывает Discord по фану. И эти работы реально они взяли. И мы думали, что это просто концепт-арты. А нет, ребята. Теперь всех этих персонажей могут добавить в игру. Как минимум кого-то из них. Я уговорил разработчиков. Говорю, ребята, посмотрите, как красиво этот чел рисует. Реально, вот особенно этот кракен просто. Это же вообще имбище. Ну такие скины реально, ну просто. Ну это же реально вот это вот то, что нужно вводить в игру. Вот таких персонажей, красивых, необычных. Просто вот, чтобы нестандартно было, да. Если вы со мной согласны, ребята. Ставьте лайк под это видео. Пишите комментарий. И конечно же подписывайтесь на канал. И не забывайте нажать на колокольчик. Чтобы ничего не пропустить. Ну и конечно же самый топовый код автора Слоун в настройках игры. Ну а с вами как всегда был Саня Слоун. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео.